Всем-всем огромный привет! Пока мои мужчины отсутствуют, я решила снять самое запрашиваемое видео. Это рум-тур по нашему гостиному номеру. Место, где мы снимаем комнату, в которой мы будем жить 3 недели. Неделю уже прожили. Нам все нравится, очень устраивает. Единственное, что наш номер без кондиционера, мы обладатели вентилятора. Это большой, конечно, минус, потому что кондиционер спасает лучше. В остальных комнатах в отеле, в большинстве из них, там кондиционеры. Но, наверное, это сказывается на цене номера. Ну, давайте. Я стараюсь, конечно, озвучивать и цены, и все охватывать. Но сейчас рум-тур. Так, начнем мы. Вот она, дверь наша. Она идет с балкона. Является и окном, и выходом, и лоджией, и всем остальным. В углу мы сделали прихожую. Здесь же складываем наши пляжные сумки, стараясь только вынимать из них то, что нужно просушить. И, в принципе, складываем обратно. Первая тумбочка прикроватная. Это косметический уголок. Тут практически все для и после загара. Чтобы не забыть, мы все берем отсюда. Ну, давайте по порядку. Вот это мое солнышко. Крем солнцезащитный. Он водостойкий. 50 SPF. Я его использую на свое лицо и на лицо ребенка. Отличный крем. Я его покупала, наверное, на рублей за 100, что ли. Настолько он классно защищает. В любое время года. Даже вот лежу, загораю, я лицо вообще не закрываю. И оно не загорает, не сгорает. То есть оно чуть-чуть темнеет. Ну, так загар. Все равно появляется на лице. Но так мягко, легко и потихонечку, что вообще, если плечи сгорают, то лицо нет. Оно долго вообще и белым оставалось. И вот потихонечку, потихонечку немножко на него падает загар. Классный. Так, вот этот я взяла молочко защитное для загара. Обещает водостойка от Flare Sun. SPF 15. То есть вот это молочко, я не знаю, хвалить его или ругать. Ну, наверное, ругать надо того, кто им пользуется неправильно. Ну, то есть меня. Так, за неделю, вот на свет, если смотреть, ну, меньше половины мы потратили. В общем, это молочко с 8 до полодиннадцатого хорошо и после 5 вечера. Тогда будет все защищать. Если вы попытаетесь после 11, там, в 12, в час, это не защита. SPF слабый, конечно, будут ожоги и все на свете. Поэтому я его советую либо уже на загорелое тело, либо если вы будете с утра или вечером. загорать. Есть у меня еще масло для загара. Я его не тратила вообще. Девочки меня сразу предупредили, что я быстро сгорю. SPF тут 10 и обещает быстро загар. То есть это уже на совсем загорелое тело я буду использовать в последнюю неделю. Вот. И то, если это понадобится. Я его взяла больше на всякий случай. Ну, пока стоит. Пусть стоит. Каши не просит. Но я думаю, в последнюю неделю оно мне пригодится. Дальше что еще? И дальше вот 4 тут у меня средства после загара. Есть еще вот такое для лица. Это вот типа моего солнышка. Но так как я уже начала этим солнышком пользоваться, то вот это средство использовала один раз. Поэтому пока еще не поняла. Оно у меня просто лежит. Вот что могу сказать. Вот АВН это единственное кремовое средство. Остальные 3 это гелевые средства. Кремовое. Наносится густо. Впитывается какое-то время. Чудо не делает, но немножко защищает после ожога. Вот это вот алоэ. Классное средство. Его тут осталось у нас уже совсем чуть-чуть. Мы его использовали в основном мужу на сильные ожоги. У него сразу почти плечи сгорели очень сильно. Он у меня белокожий. В воде плавал долго. В общем, пока плавал, оно и сгорело. Неплохой пантенол. Кстати, его тоже хорошо мы используем. Сейчас покажу. В общем, вот так его осталось. Вот оно тоже выручало. Единственное, что вот, хотя и есть охлаждающий небольшой эффект у него, у него есть липкий слой. То есть как-то не очень это приятно, что липнешь. Хочется его смыть. Вот это минус. Но потихонечку он чуть-чуть после солнца, конечно, увлажняет и вот это охлаждение дает. И если у вас ожог такой, что чешется, зуд он немножко тоже снимает. И еще вот от Эвелин. Я не знаю, сколько у нас тут его осталось. Мне кажется, его достаточно еще много. Это тоже гелевый, тоже охлаждающий. Они чем-то похожи, но мне показалось, что пантенол чуть лучше. Так, дальше мы уже не полезем. Там внизу у нас все салфетки. Салфетки. Вот, кстати, еще могу сказать про эти салфетки. Антибактериальные мы брали с собой. Это в фикс-прайсе КТ. Эти салфетки нас выручают. Мы ими и пол протираем, и все тумбочки, и все столы. И в поезде они нас выручали. И они еще 80 штук. Очень экономные. Думаю, я с ними еще и вернусь. Ну, давайте долго не будем. Это наша двухспальная кровать. Все очень классная, очень удобная. Вторая у нас евро-раскладушка. Тут практически вся наша техника. Это фотоаппарат. Наш простой планшет. Нетбук. Сейчас как раз загружаю для вас видео. Интернет слабо тянет сегодня. Наверное, все в нем сидят. В СУКО нет интернета проводного. Нет вообще ничего. Только мобильный можно купить. Мы купили 30 гигабайт. Но я, по-моему, уже это в каких-то роликах говорила ранее. И надо их растянуть на все три недели. Эти 30 гигабайт. Но можно добавлять, оплачивать. Еще 500 рублей, кажется. Вот такой пакет стоит. Этот пакет воткнут в нашу косметичку. Обратите внимание, косметичка у нас. Аптечка, аптечка. Неслабая косметичка моя. Вот она. Про косметику чуть позже расскажу, когда к зеркалу подойду. Тут мои украшения пользуюсь не часто, но пользуюсь. Тут мои ароматики, пробники все, которые я взяла, тоже пользуюсь. Хотя мне говорили, что не стоит этого делать. Я с огромным удовольствием пользуюсь. Не перебарщиваю, а чуть-чуть после душа. Это очень приятно. Наши чемоданы, они же являются хранилищем полотенец. Так, мои две сумки, которые поехали вместе со мной. На сумках висят уже обновки. Это вот современные любители. Детки покупают вот таких зайчиков. Максимка одного купил мне. Купил также вот такой хвостик с лапками. Где-то вот две лапки. Милейший, конечно, хвостик. Он у меня на сумке висеть не будет. Ну, а этот дружок приехал вместе с нами. Ну, вот любим мы вот такие вот мягкие игрушки. Пока не переросли. Так, сумку используем еще как пакетницу. Очень удобно, потому что мы и пакетики используем. Мусор вываливать. И ведерко мусорное тоже их складываем. Вот. Так, дальше. Вот это. Это мне Оксаночка Александрова. Огромнейший. Тебе спасибо, мои хорошие. Привезла целую косметичку. Декоративные косметики от Mary Kay. Я еще от шока не отошла. В тихом просто радостном ауте нахожусь. Поэтому очень рада. Там мой рюкзак. Это рюкзак зеленый, который мы привезли. Пара платьев. И тут теплая одежда, которую мы вынуждены были одеть на себя, когда уезжали из дома. Был дождь. Это парео мое. Но я его привезти привезла. Но на море не беру. Вот такой. Мне его когда-то дарила моя родная сестренка. Но оно меня радует. Вот. Может быть, я с ним пойду фотографироваться как-нибудь. Это подарок Оксане. Она еще ждет своего часа. А, давайте я вам покажу. Многие любят еще смотреть. Полочки в ящичках. В общем, вот это моя полочка. Это вся одежда, которую я взяла с собой. Возможно, перебор. Но мне хотелось много фотографий. Чтобы я не была в одном и том же. Как правило, в итоге получаются лучшие фотографии в одном и том же. Хотя фотографируешься в разной одежде. Это полочка Максимкина. Тут шортики его. Футболочки тоже разные. Взяли разнообразие. Тут всего две футболки. Запасные у моего мужа. Он у меня молодец. Аскет еще тот. Это полочка уже с подарочками. То, что мы покупали тут. И внизу там я начала копить мои пустые баночки. Вот. Маленькая полочка. Штатив я им еще не пользуюсь. У нас и матрас, и круг. И есть нарукавники. Они там в сумочке. Есть маска для плавания. Сейчас они пошли, мужчины мои, за ластами. Потому что жизнь без ласт оказывается это очень плохо. Очень скучно. И Максимка, так как научился плавать, ему папа обещал, что он обязательно ему купит ласты. Маску он ему уже купил. Так. Этот столик. Забыла, кто из подписчиц. Огромное тебе спасибо. Которая посоветовала нам поменять телевизор с табуретки. Со столика на табуретку. И у вас будет стол. Теперь у нас есть стол. Телевизор живет на табуретке. Это очень удобно. На столе наш трофей. Вот. Кружка с уко. Вот она, самая главная достопримечательность. Этот пляж. И вот гора, на которую мы с вами лазили. Поэтому эта кружка меня просто пленила. Я думаю, я куплю еще одну такую. Потому что вдруг разобьется. Я очень расстроюсь. Мне хочется, чтобы у нас таких было даже две. Это наш холодильник. И также провизия, которая на холодильнике находится. Вот такая вот прелесть. Это тоже наши трофеи местные. Это ручка на самом деле шариковая. Их, никак. Эх, боюсь. Оторву я ее вместе с ногой. Ну, в общем, вот там стержень воткнутый. И вот такая птичка. Ну, я говорю, у меня ребенок очень любит все плюшевое, меховое. То, что пушистое. И вот он купил себе вот такой сувенир. Так, холодильники здесь вот такие. У нас тут остатки роскоши. Не густо. Но, вы знаете, на самом деле кушать здесь особо не хочется. Я очень мало здесь на самом деле кушаю. Это хорошо. Только здесь я нашла этот кофе. Этот кофе очень сложно было найти в Переславле. Но вообще не нашла я его у себя дома. А здесь он продается по 17 рублей в местном магазине. Поэтому мы за ним ходим. И я его пью. Вот видите, у меня даже как картина разложена. Это капучино. И с шоколадной крошкой он идет. Очень нравится. Он такой сладкий. Ну, как я люблю. Вентилятор только выключила, чтобы вам снять ролик. Так, там Максимкина ингалятор. У нас случилась беда. Максимка, когда захрипел утром. Оказалось, что я не все детали ингалятора взяла с собой. Поэтому мы тут спасались как могли. Но спаслись. Там тоже один из лежаков. И отмазки с трубкой упаковка. За 115 рублей временный такой чайничек взяли. Я думала, он вообще греть не будет. Называется малыш. А греет. И не надо с третьего этажа бегать на первой в столовую. Хотя это неплохо бегать-то. Но ночью, когда хочется попить горяченького чая, то это спасение. Он небольшой. На кружку, на две чай можно согреть. Все, теперь идем в ванну. А то у меня с непривычки болтовни уже язык на плече. Так, это я. Сейчас вот. Всем привет. Еще раз. Вот, в отношении макияжа. Видите, я рисуюсь. Все равно рисуюсь. Не часто я, не знаю, как вам показать себя. Не часто, в общем, я крашу лицо. Но, тем не менее, все равно я люблю и туши немножко, и помадки немножко. И это бывает только вечером, либо если я планирую фотографироваться. Просто так я не накрашена, я купаюсь не накрашена. Далее. Так, это для депиляции крем. От Mary Kay двухфазный. Смывает все водостойкое. Классный. Очень мне понравился вот этот дезодорант. Для меня он просто спасение. Любую жару выдерживает. Этот дезодорант идет, выдавливать надо, такой пустой, как кремовый. Крем для тела. На самом деле там ямка вырыта. Поэтому пользуюсь. Но я им пользуюсь вечером. После вечернего душа. Потому что после дневного я мажу всеми теми, которые от ожогов. В общем, теми. Это мужская полка. Очень так же, как и... В общем, мой муж бы поехал с одной крошечной сумочкой. Потому что его вещей очень мало. Так, это мой крабик. Я волосы убираю. И тут, кроме лопаточки для депиляции, еще крем для лица. Там крем для кожи вокруг глаз. Ну, а маски я вам, наверное, забыла в первой тумбочке показать. Они у меня сложены там. Дальше тут немножко тороплюсь. Для волос очень многие девочки мне сказали, что вот этот шампунь с маской точно такой же. Мне будет мало, а маска слабая. Поэтому шампунь поехал со мной. Я к нему добавила еще один от L'Eppetit Marcelier. Видно, что тут уже чуть больше половины. Тот тоже уже так изрядно идет. Маску я взяла от Планеты Спа от Эйвен с оливой. Она тоже уже тут наполовину. А мне еще две недели здесь жить. И взяла еще усиливать, чтобы волосы были в порядке. Это сыворотка от Эйвен. То есть я ей тоже пользуюсь. Потому что в первый же день после моря у меня было желание просто состричь все волосы. Они как солома становятся после морской воды. Это просто катастрофа. Мыло для рук я брала аюровидическое. Его еще чуть больше половины. Я думаю, нам его хватит до конца. Хозяйственного мыла кусок мы им все стираем. Умывалочка. Ну вот видно тут вот здесь. Мне ее хватит тоже. Очень понравилась зубная паста. Вот такая. У меня Оксаночка подскажется ее прислала. Ее тут прямо она легкая-легкая. Уже видно на донышке. Скоро идет в пустые баночки. Я ее хотела на самом деле только на дорогу в поезд. Туда-обратно. Но она мне так понравилась. Она такая, знаете, с хорошим отбеливающим эффектом. И вот этот отбеливающий эффект идет в крупиночках. То есть чувствую, что чистит так чистит. Если вы такие вот термоядерные не любите, вам не понравится. Но если вы хотите зубы сделать лучше и белее, то она классная, конечно. Ну и если вдруг шампуней нам этих не хватит, то вот еще я тоже взяла дополнительных. Это опять же спасибо девочкам, которые подсказали. Так, тут у нас мочалка полотенчика для рук. Это для мочалок. Чехольчик там пенза. Еще пара мочалок. Два геля для душа. В каждом больше половины еще. Поэтому нам их хватит. Ну, то, что мы пользуемся у туалета, я уж показывать не буду. Вот такой рум-тур у нас получился. Не знаю, видно вам меня или нет. Надеюсь, было со мной интересно. Еще покажу отдельно видео, что мы купили здесь. Не знаю, интересно или нет. Очень много будет магнитиков, потому что родственников, друзей много. Хотим всем сделать хотя бы малюсенький, но сувенирчик. Ну, в виде маленького хотя бы магнитика. Но еще подкупим кое-что. И потом я уже сниму оптом все. То, что мне подарила Оксана, тоже сниму, если она разрешит. Надеюсь, разрешит. Так, еще что хотела сказать. Ну, и, наверное, встретимся уже в следующем видеоролике. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, со мной было интересно. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok